Кто, как невеликий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, является символом нашей культуры. По этому же принципу «Пушкин – наше всё» назвали и карту. Она позволит молодежи в возрасте от 14 до 22 лет посещать выставки, театры и другие культурные перформансы. Действовать Пушкинская карта будет на территории всей России. Пермский край в числе других регионов также запустил карту. Перспективы развития проекта обсудили на состоявшемся выездном заседании правительства региона. Я считаю, что проект очень важен, поскольку всё-таки мы должны прививать любовь к нашей культуре. И проект рассчитан, если его будем реализовывать качественно в Пермском крае, на 230 тысяч человек. На сегодня к карте подключены 1300 учреждений культуры по всей стране. Прикамь является одним из лидеров среди регионов. В проекте уже зарегистрированы 38 учреждений культуры края. Всего в федеральную афишу Пушкинской карты на сегодня включено более 100 пермских событий. Это не только учреждения непосредственно Перми столицы, это и учреждения и в территории. Каждый день количество учреждений увеличивается. Мы сознательно не создаём какую-то здесь гонку, потому что должно быть всё качественно. Это такая непростая технологическая история. Вообще задача в конечном итоге выйти на 100% участие учреждений культуры, у которых есть платные проекты, естественно. И 100% участие молодых людей в этом проекте. Для получения карты необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуги и подтвердить учётную запись. Затем через мобильное приложение Госуслуги Культура оформить именную электронную карту или заказать её физический носитель. Далее на портале культура.рф среди учреждений участников проекта Пушкинская карта можно выбрать интересующее событие. 3000 рублей с карты необходимо потратить до 31 декабря этого года. Потом эти средства сгорят. В новом году сумма будет увеличена. 5000 на каждого. Антон Шибанов, Екатерина Рухтина, Семён Соснин, телекомпания Ветта.